Привет всем! Вы на канале Велари Лайф. Сегодня я приехала к своему мастеру по наращиванию ресницы. Я делаю эту процедуру уже второй раз. После первой процедуры я осталась безумно довольна ее работой, потому что, во-первых, ресницы продержались очень долго, больше полутора месяцев. Во-вторых, я не потеряла свои ресницы, что было очень важно для меня. Ну, а в-третьих, они смотрелись очень натурально и очень естественно. Так что всем, кому интересно посмотреть, как же происходит эта процедура, оставайтесь смотреть. Сегодня мы делаем классическое наращивание ресниц. Это когда одна искусственная ресница наклеивается на одну натуральную ресницу, соблюдая все правила, о которых должен знать мастер. Процедура эта длится около двух часов, в зависимости от густоты ваших собственных ресниц. Я делаю наращивание одновременно на двух глазах. Как же проходит процесс наращивания ресниц? Сначала ресницы промываем от загрязнений. Это может быть косметика, пыль и тому подобные вещи. Промывается это косметическим средством. В данном случае я использую мицеллярную воду. Далее изолируем нижние ресницы с помощью специальных патчей, чтобы в процессе наращивания они нам не мешали. Затем ресницы обезжириваем и приступаем к наращиванию. Длина, толщина, изгиб ресниц и эффект, который вы желаете, вы согласуете с мастером заранее. Что же такое наращивание ресниц? Это приклеивание искусственных ресниц на свои натуральные ресницы. Когда вы наконец решились на наращивание ресниц, встает вопрос о выборе мастера. К этому надо подойти очень серьезно. Где и как его найти? Конечно же в интернете. Многие мастера рекламируют себя в социальных сетях. Поищите, выберите для себя 2-3 мастера. Посмотрите фотографии их работ, опыт работы, где мастер учился. Когда вы выбрали для себя одного мастера, позвоните ему или придите на консультацию. Задайте все интересующие вас вопросы. Не стесняйтесь. При живом общении с мастером вы поймете, хотите вы к нему пойти или нет. Спросите, какие существуют показания, противопоказания. Можно ли именно вам делать наращивание ресниц или нет. Мастер должен вам ответить на все вопросы. Следующий вопрос, это вопрос о цене. Конечно, процедура наращивания ресниц это не дешево. Цена складывается из учета всех материалов и кропотливой работы мастера. Здесь нужно понимать, что материалы высокого качества дорогие. Хорошо выполненная работа тоже стоит дорого. Если вы видите низкую цену на услугу, скорее всего, мастер новичок. Еще один часто задаваемый вопрос. Сколько по времени занимает наращивание ресниц? Хорошее качественное наращивание длится от 2 часов и более. Никак не меньше. Конечно, есть суперпрофессионалы с огромным опытом работы, которые могут нарастить ресницы за 1 час. Но таких, к сожалению, единицы. Если вам говорят, что это занимает 40 минут, то, скорее всего, вы получите некрасивые ресницы и, вероятнее всего, потеряете свои родные. Задача мастера по наращиванию ресниц не только красиво приклеить искусственные ресницы, но еще сохранить и не испортить ваши натуральные. Поэтому вы должны быть готовы провести у мастера как минимум 2 часа. А если это более объемное наращивание, то и больше. Существуют разные объемы при наращивании ресниц. От классики до 5, 8, 10 Д. Что это значит? Классическое наращивание ресниц – это когда на одну родную ресницу наклеивается одна искусственная. 2Д, соответственно, на одну родную наклеивается две искусственных ресницы и так далее. Проконсультируйтесь с мастером, что подходит именно вам. Чем наращивание более объемное, тем мастер использует более тонкие ресницы. Мастер сам формирует тот пучок из ресниц, о котором вы договорились. Например, 3Д. Поэтому чаще всего при записи мастер спрашивает, какое именно наращивание вы хотите сделать, чтобы понимать, сколько времени потребуется для данной процедуры. Когда мастер нарастил все ресницы, он еще раз проверяет каждую ресницу, чтобы они не были склеены между собой и чтобы не было пропущенных ресниц. Затем ресницы расчесываем, чтобы убедиться, что все держится хорошо. Аккуратно снимаем патчи. Клиент открывает глаза и наслаждается красивыми ресницами. После окончания процедуры мастер должен рассказать вам, как ухаживать за новыми ресницами. Ресницы нельзя мочить в течение 24 часов. Не тереть глаза. Избегать механического воздействия. Для снятия косметики использовать средства для снятия макияжа на водной основе. Не расчесывать мокрые ресницы. Прийти на коррекцию ресниц через 2-3 недели. Здесь стоит отметить, что коррекция ресниц делается только один раз. Далее новое наращивание. Иногда мне задают вопрос, можно ли снять нарощенные ресницы самостоятельно дома. Я категорически против этого, потому что снимая ресницы дома, вы их просто вырываете вместе с родными ресницами. Это больно и вы рискуете остаться без своих ресниц. Если вы решили снять нарощенные ресницы, найдите время и сходите к профессионалу, который сделает это при помощи специального средства, быстро и безболезненно. Занимает это всего 10-20 минут. Конечно, делать наращивание ресниц или нет, каждый решает сам для себя. Но однозначно бояться этого не стоит. Нужно пробовать. Уже после первого раза вы поймете, подходит это вам или нет. Главное найти хорошего мастера. Ну вот, девчонки, я уже с ресницами. И хочу вам отметить, что сегодня, следующий день, после того, как мастер сделал мне ресницы, я специально снимаю эту концовку на следующий день для того, чтобы рассказать вам свои ощущения. Ну, что хочу отметить. В этот раз наращивание ресницы заняло, не знаю, намного, не намного, но все-таки меньше времени. Мы даже вложились чуть меньше, мы потратили чуть меньше двух часов. Вот, и что самое главное, в этот раз мне ресницы не мешают. Вот первый раз, когда я наращивала ресницы, мне было дискомфортно. И как-то глаза мои привыкали несколько дней, мне хотелось их все время тереть, все время трогать. В этот раз я свои ресницы вообще не чувствую, как будто бы родные. Мой мастер, как она мне сказала, наконец-то нашла свой клей, с которым ей комфортнее всего работать, и о котором самые наилучшие отзывы. Ну, посмотрим, сколько будут эти ресницы держаться. В прошлый раз они держались у меня полтора месяца, и потом просто уже устали глаза, и я сняла ресницы. В этот раз мы встречаемся через три недели для того, чтобы сделать коррекцию, если она понадобится, и сделать мне брови. На данный момент я очень довольна работой моего мастера, тем более вы можете видеть результат до и после. Я довольна, что в этот раз у меня нет никакого дискомфорта. На следующий день после наращивания ресниц не отпала ни одной ресницы, и можно мочить ресницы только через 24 часа. Я уже их мочила, и пока что все на месте. Ну вот и все. Это все, что я вам хотела сегодня рассказать и показать. Если вам было интересно, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь. До следующих видео. Пока.